Скорпионы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. И первая карта для вас, мои дорогие скорпионы, это Паш Кубков. Паш Кубков показывает, что на начало месяца, вот именно в ноябре, у вас может быть то, что какие-то отношения, но это легкого формата. Здесь говорится тоже, вот обращайте внимание, потому что не нужно сильно увлекаться именно этих отношений. Потому что здесь может касаться тема треугольника. Следующая карта для вас, мои дорогие скорпионы, Двойка Кубков. Я поэтому говорю, что здесь может быть тема касаться отношений, но эти отношения вы должны все-таки пройти. Все-таки, знаете, вот именно эти отношения, они все-таки должны быть. Это не от вас зависит. Следующая карта, мои дорогие, для вас, это Верховный Жрец. Верьте в себя. Здесь именно начало месяца, ноябре, говорится, что вы должны поверить в себя. Для того, чтобы вы получили вот эти отношения, чтобы они были доверительны, чтобы, знаете, здесь может быть у вас рядом, у тех людей, которые есть отношения, у вас может быть этот человек, которому вы можете доверять. Но вы как будто все-таки ищете на стороне. Вы как будто не останавливаетесь на тех отношениях, которые у вас есть. Вы как будто все-таки ищете, и вам нужно чего-то новое. Следующая карта, мои дорогие скорпионы, это на середине месяца. Тройка кубков. Здесь все карты говорится о том, что у вас могут быть какие-то искушения по поводу того, что тема здесь отношений треугольника. И для женщины, и для мужчины здесь может быть то, что вы можете входить в эти отношения. Но будьте аккуратны, потому что здесь не очень-то хорошие карты. Я могу сказать, почему. Потому что даже если будете увлекаться вот именно этих отношений, вы можете потерять чего-то в вашей жизни. Следующая карта для вас, мои дорогие скорпионы, на середине месяца, это карта солнца. А карта солнца и показывает то, что вы можете потерять, знаете, отношения с вашими детьми. Вы можете потерять отношения именно с той семьей, которая у вас есть. Почему? Потому что они могут начинать прояснить вашу ситуацию. Они могут понимать, что с вами что-то происходит не то. И они могут вот именно сделать так, чтобы вы об этих вот именно отношениях сами рассказали. Почему? Потому что они дадут этот выбор, чтобы вы начали верить в себя. Почему? Потому что они хотят, чтобы вы, знаете, вот прояснили эту ситуацию, объяснили вот именно эту ситуацию, то, что у вас. Но здесь, смотрите, аккуратно для скорпиона, здесь касается тема треугольника. Следующая карта, мои дорогие, это карта Луны. А карта Луны и показывает то, что вы будете страхом. Вот середина показывает то, что вы все-таки будете вот войти в этих отношениях. Но, знаете, вы будете обманывать. Знаете, вы будете скрывать. И даже вот то, что то состояние, которое вы будете скрыть, у вас вот именно голову. Ну, знаете, вы не будете понимать, что вам сделать. Или там прояснить эту ситуацию и рассказать то, что происходит. Или на самом деле вот молчать. Но все-таки середина говорится о том, что вы будете это скрывать. Вы эту как бы, вот именно то, почему будете скрывать, потому что вы боитесь, вы в страхах. Следующая карта, мои дорогие скорпионы, это для вас на конец месяца. Это карта у нас, карта Дьявола. Карта искушения. Я поэтому и сказала, что у вас будет вот именно середина непонятно, почему. Потому что вам дается те искушения, то зависимость, которую вы не можете убрать из вашей жизни. Здесь и говорится, для того, чтобы вы не потеряли вот именно даже ваше внутреннее состояние, ваше внутреннее спокойствие, вот именно из-за каких-то легких отношений, вы должны поверить, нужно верить, что вы можете закрыть эти отношения. Вы можете уйти от отношений. Почему? Потому что вы, если вот сделаете вот неправильный шаг, вы можете потерять что-то из вашей жизни или общение с вашими детьми, или то семья, которая у вас есть. Следующая карта, мои дорогие, для вас, и это карта четверка жезла. И почему я сказала, что вы можете потерять вот именно того человека, который рядом, который вы можете рассказать все, что у вас на душе. Вы можете, знаете, даже если это не семейные отношения, даже если вот у вас есть стабильные отношения, вы можете этого человека потерять. А из-за чего? Вы можете потерять из-за ваших этих искушений. Потому что вы как будто все-таки ищите, ищите, ищите что-то новое для себя. Вы не можете остановиться вот на том месте, если вот у вас есть вот эти отношения. Конечно, мы возьмем карта совета и посмотрим, что вам высшая сила подсказывает для вас, мои дорогие скорпионы. Рыцарь жезла. Бороться. Даже то, что вы горите изнутри, даже то, что вы понимаете, что ваши эти страхи, вы должны поверить, что вы можете убрать вот именно вот эти тайные отношения. Вот то, что вы можете бороться. Вы можете даже то, что если горите изнутри, вы должны это сделать. Вы должны вот уже принять какие-то действия. Здесь даже вот не то, что говорится, что вы должны пора... Для того, чтобы вы не потеряли вот именно те стабильные отношения, которые у вас есть, чтобы это у вас внутреннее состояние не горело, вы должны уже принять решение. Поэтому высшие силы и дает вам советы не стоять на месте, принять какое-то решение и закрыть вот именно тема вот треугольника. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале.